В первую очередь хочу поклониться памяти своего учителя и старшего друга Леона Макарпичевича Макарчана, основателя этого университета, который, используя все возможности в широком понимании этого слова русского мира и русского языка, сделал исключительное для нашей, уникальное для нашей культуры. Он внес вклад в пропаганду нашей культуры, который сопоставим только с деятельностью Аршака Чопаняна в Западной Европе. Третьего такого деятеля в истории нашей культуры в действительности нет. Но за Леоном Макарпичевичем стояла Советская империя, за Аршаком Чопаняном только армянские богачи. Поэтому в части результативности Леон Макарпичевич занимает уникальное место в истории нашей культуры. И Аршак Чопанян в смысле презенса, импакт-фактора, индекса не может с ним конкурировать. Это надо констатировать. И это о возможностях русского мира и о возможностях русского языка. Я скажу вам уникальную вещь, о которой, наверное, не задумывались наши российские коллеги. Единственная область науки в мире, где на русском языке создано больше научной, научно-методической, научно-популярной литературы, нежели на французском, английском, немецком языках, это тюркология. Это удивительно, но это факт. Скажем, о физике, химии и даже о других областях востоковедения этого не скажешь. Об иранистике, арабистике, африканистике и так далее. Но именно на русском языке создавалась и создается тюркологическая литература наибольшего объема. Это имеет свои исторические корды. Вот Ауэзова, профессор Ауэзова, ведущий, потомок великого Мухтара Ауэзова, преподаватель Оксфорда, Кембриджа и так далее, издавая фундаментальный для тюркологии труд «Диваный люгатый тюрк», «Диван тюркских языков». Она специально издала этот труд на русском языке. И она в предисловии, хорошо вам известная профессора Ауэзова, в предисловии говорит, что именно посчитала издать это важнейшим на русском языке, не только в культурно-цивилизационном аспекте, но и учитывая, что русский язык стал языком междунационального общения для представителей интеллигенции тюркоязычных стран и народов. Вот что нас связывает и с Россией, и с Белоруссией, и с Казахстаном? Кстати, наши связи, они многовековые. И в действительности история Северной Евразии имеет такие примеры межнационального, межрелигиозного диалога, активного взаимодействия и плодотворной результативности пользы, которые нужно ещё поискать в истории Западной Европы и трудно найти. Это факт. Действительно, кто бы мог подумать, что Европа, у которой было немало геноцидов, немало войн, кровопролитных войн, в том числе и 30-летней войны, 100-летней войны и так далее, они объединятся, а мы, которых связывало так многое в культурно-цивилизационном, аспекте. Мы действительно родня. Я вот читал профессору стихи Михаила Александровича Дудина, написанные на закате Советского Союза и в преддверии больших катаклизм. «Растут среди былой родни противоречий надо бы, а нам в смурные эти дни стоять поближе надо бы», говорил Дудин, с которым тоже меня познакомил Леон Макарпичевич Макарчан. В действительности нас... Ну, достаточно прочитать... Он был основатель этого университета, да. В действительности нас и с русскими, и с казахами, и с белорусами связывают многовековые узы братства, сотрудничества, культурного взаимодействия. Достаточно прочитать эпистолярные, я считаю, шедевры. Письма друг к другу. Значит, пишет Фёдор Михайлович Достоевский и Чокам Валиханов. Один пишет, другой, великий казахский просветитель Чокам Валиханов. Он очень близок, духовно близок нашему хачатуру Абовяну. И к Ованесу Туманяну. Понимая культурно-цивилизационную роль России в исторических судьбах Северной Евразии. Достаточно это прочитать и понять, как многое нас связывает столетиями. Поэтому, конечно же, наше сотрудничество будет продолжаться. Конечно же, мы должны об этом говорить. Вот я рассказывал, что мы с Леоной Маккартычевичем, я на этом заканчиваю, пошли к Михаилу Дудину. Я набросился на него, молодой преподаватель, молодой поэт, сказал, вот посмотрите, Валерий Яковлевич Брюсов, Александр Блок, как много делали для Армении. Я, примитивный, молодой, начинающий такой научный сотрудник, аспирант, преподаватель, я не понимал, как многое в действительности делает.